Приветствую всех! Я сегодня выбрался на улицу тестировать колонку Tronsmart Halo 100. Будем слушать ее, так сказать, в естественных условиях, для чего эти колонки, собственно, и производятся. Аккумулятор встроенный, циромузыка, девчонок соблазнять будем, конечно же. И покажу вам приложение к этой колонке, которое можно использовать для настройки подсветки и эквалайзера. А вот и колонка в полный рост, в полный размер, как говорится. На самом деле она больше, чем я думал, она так прилично выглядит, почти 3 килограмма весом. Сетка металлическая, то есть это хорошо. Надавишь на ее, не сломаешь, это металл все-таки как-никак. Корпус колонки из пластика, не софт-тач, но и не позорный какой-то пластик, вполне. Ну, типа как автопластик, что-то такое, вполне приемлемое. Спереди высокочастотник Twitter, два среднечастотника и низкочастотник на 30 ватт, эти по 12 и этот на 6. Получается в сумме 60 ватт колоночка. Органы управления, кнопка включения-выключения, кнопка эквализации, менюшка, плей-пауза, громко-тихо, подключение второй колонки и подсветку менять. Через USB-ху можно заряжать ваши смартфоны. Тип-Си для зарядки колонки. Кнопка Reset для сброса колонки. Аукс для подключения, собственно, через 3,5. ТФ, ну, это карта памяти, по-моему, на больше 100 гига 128 гигов, что ли, поддерживает. Вот такая забавная колоночка. Но она не маленькая, но такая приличная. Хотя, с другой стороны, ее можно и потаскать. Удобно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, колоночка четко лупит. Есть бас, есть объем. Дома я ее включал. Но еще дома тоже потестируем, конечно, немного. Наваливает, будь здоров. У нее прям есть моща. Не именно, что в плане громкости и крикливости, а именно в плане, что у нее басик есть и объем есть. Она прям валит. Но вот из портатива она прям мощно валит. И тронсмарты разные были, вы знаете, и JBL. Ну, вот это прям хорошо. Прямо объемненько, приятно. Дома ее, если в уголоке, думаю, поставить, там чистый эффект сабвуфера будет. Классно. Еще сменим локацию. Посмотрим еще где-нибудь ее, послушаем. Все, бодренько качает? Бодренько. Нормалек вообще? Да. Смотри, а сами что слушаете? Какие колонки? Трансмарт есть одна. Тоже вот, хорошая. А, типа HALO что-то, да? Ну, да. У них сейчас микрофоном есть модельки 200-ые, там побольше есть, там, линеечка у них расширяется. Прикольно, надо будет посмотреть. Ну, да. Ну, как прикольно, да? Да, кричат. Ну, спасибо, ребята, я пойду. Пока. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок У нас там ливень во всю хлещет, поэтому буду доснимать дома. Приехали мы с колоночкой домой, покажу вам, как ее привозят. Вот, доставляется колонка таким образом. Значит, тронсмарт, коробочка и все. Вот она такая, HALO 100. В комплекте идет USB Type-C и переходничок 3.5-3.5 AUX идет, чтобы цепануть ее куда-нибудь еще. Давайте характеристики колонки почитаем. Bluetooth 5.5-3. Bluetooth 5.5-3. Bluetooth 5.5-3.5 Аудио-кодек SBC. Дальность до 15 метров. Дальность до 15 метров. Мощность 60 Ватт. Емкость аккумулятора 6 мАч. Защита от воды IPX6. То есть можно ее бросить в лужу куда-нибудь, в воду, в репу. В принципе, ничего с ней не будет. И вес 2,700. Нормально. Это было неожиданно. Я забыл, что у меня стоит на максималке. Извините, я покакал. Только что. Я вспомнил, у нее есть что-то типа фазика. Но на самом деле не фазик. У нее есть пассивный излучатель. Внутри, сзади, под динамиком, еще пассивный излучатель находится. Как в большинстве портативных колонок. Но корпус у нее приятно закрытый. И пассивный излучатель играет внутрь корпуса. Но при этом, чтобы не возникало внутри избыточного давления, вот здесь есть щели по окружности. Из этих щелей дует воздух, как из фазика. О, прикиньте. То есть они понизили частоту, нижнюю границу, за счет того, что они поставили сюда пассивный излучатель и сделали еще щели. То есть таким образом они умудрились до 40 Гц понизить нижние частоты. Приятно. Я хочу вам сказать, что у нее есть высокие частоты В отличие от большинства вообще портативных Каких-то недорогих колонок Там, где просто какая-то Бульканье просто ужасное Здесь есть Высокие частоты Здесь есть серединка И она присутствует, конечно, она Не такая, какая-то мониторная Ну понятно, что глупо требовать Какой-то high-end, понятное дело, в этом ценнике И вообще от портатива Но здесь есть, тем не менее, середина И она позволяет Эквалайзеры предустановки может послушать Давайте попробуем Классический 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 Скажу, что нравится, как она играет, и у нее есть определенные плюсы и преимущества. Вот заметил, что здесь есть верхние частоты, они не выпилены, как класс, они здесь реально есть, и довольно хорошо играют. То есть если эквалайзер задрать, здесь в приложении позволяет задрать эквалайзер, она не скатывается в сибирианты, она не становится кричащей, мерзкой, орущей, нет, она просто адекватно реагирует на эквалайзер, у нее и вверха поднимаются, начинается вот это вот приятное подзыкивание, подзыкивание. Верхних частот, нормально все играет, хорошо. По басу приятно, ни хрипения, ни пердежа, никакого клиппинга на максимальной громкости нет, отлично играет, колонка отыгрывает прям великолепно, я бы сказал. Для такой малышки на даче куда-нибудь взять, в угол ее поставить, как сабвуфер, и по всей территории, по всей площади будет гонять. Опять же соседи не будут орать на вас, типа, что там орет громко. В самый раз нормальная колоночка, мне понравилось. На улице, вот, наверное, единственное скажу, что метров на 10 отходишь от нее и не хватает громкости. Но у нас там еще ветер сильный был, сдувало, конечно, естественно, это все. Но если безветренная погода, наверное, нормально будет. Метров 5, вот так от нее тусоваться, ну да, будет нормально слышно. Подальше отходишь, уже все, не хватает. Здесь именно два среднечастотника, вот эти вот, они, получается, по 12 Ватт, по 12 РМС или чего там, или какие-то другие измерения у них. И, казалось бы, хотелось бы побольше. Громкость именно такой, но не кричащий, но побольше. Но в других моделях, наверное, есть такое. Это просто вот на какую-то комнату, типа зал в квартире, ее вот так достаточно. На кухне куда-то, когда там готовишь, посуду моешь, вот тоже вполне будет. Ребенка куда-нибудь там, пусть играет в песочницу. Влагозащита и все остальное, пылезащита здесь, IDX6. Предлагаю посмотреть типы подсветки. Здесь 5 подсветок, обещанных нам. Давайте посмотрим. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чуваки, у кого под эту музыку было, а? Ставьте лайк. Сам с собой не считается. Только с девушкой. То я знаю, сейчас налайкают тысяча человек. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАЙФ! Блин, вот на велосипед бы такой звук поставить, а? Все-таки моя JBL-ка вот эта маленькая не справляется. Хочется побольше мощности, когда вкручиваешь педали, наваливаешь, тренишь. Хочется побольше мощности, но вот куда ее? Корзиночку спереди приделать на спортивный велосипед. И по трейму, с корзинкой, колонки в разные стороны. Вот эти тренировочные треки, это пушка, блин, улет. Вы видели съемки на улице, как она звучит дома. Напишите в комментариях, интересно почитать. Стоит еще делать какие-то выезды, тестировать еще колонки на улице, или лучше дома это проводить все дело? В комментах видно будет, да, вашу активность? В общем, по колонке плюсы есть. Я их уже перечислял. В очередной раз скажу, молодцы, что сетка здесь стоит. Именно металлическая, а не пластмассовая. Это плюс. Потому что имеет свойство это все ломаться, пластик. Железячка лучше. Форм-фактор хороший. Звук хороший. Портативность, ну, как я уже сказал, она легенькая. Ее можно таскать по квартире, там, в любую комнату. На дачу куда-то поставить. Ну, в общем, нормальная, приятная вещь. Свои бабки отбивает, я думаю, 100%. А если кому-то что-то уже больше, по размеру, там, помощнее, погромче, унтро смарта, я не знаю, ну, наверное, посмотрим еще что-нибудь. Может быть. Так что потестируем, я думаю. В общем, ребят, ставьте лайки, чешите яйки, пишите комментарии свои. Интересно, всегда читаю, часто отвечаю на комментарии. Ну, и ваши мысли по поводу вот подобной акустики. Как считаете, имеет ли смысл она вообще? Или, знаете, какие-то аналоги, может быть, по этой же цене, такого же качества. С таким же звуком, не хуже. Хотя, если бы были такие аналоги, я думаю, я бы уже об этом знал. Ладно, друзья мои, помните, что все эти колонки от трансмарта, или почти все, это, конечно же, хорошо. Но самое главное, берегите себя и свою Годзилу. Субтитры сделал DimaTorzok